Значит, меня звать Александра Герасимовна. Родилась в Курской области, деревня Варварина. Как раз там шли у нас бои. В 43-м году Курская дуга. Кшень, Мармужи, Щегры и станция Лачиновая наша. И вот перед Лачиновой был разъезд. И вот на разъезде на этом как раз бои шли. И вот там-то и погибло много наших людей и немцев. Вот наши старшие ребята ходили туда по окопам. Потом уже после боев. И собирали какую одежонку там, обувенку. Двое вот этих взрослых парней. Они копали тоже противотанковые рвы. Немцы гоняли наших людей. И вот эти ребята наши копали тоже. Мы всю зиму сидели на печке. А куда босиком? Мы все на печке были. Вот печка спасала нас всех. Представляешь? Боже мой. Я говорю, какая жизнь была в деревне страшная. Страшно. Как люди выжили? Как мы выжили, не знаю. Но один погиб вот этот пацаненок у нас. Ему лет 14 было. Немцы стояли у нас в деревне летом 43-го года. У всех на селе забрали коров. И картошку с огорода у нас, зараза, выкопали все. Они нас вообще объели, немцы. Стояли в деревне все. И курей, и гусей, и всех пожрали. А мы прятались в подвалах. У нас было 8 детей. Один вот это ж умер. В деревне был сад. Немцы, вот это ж они стояли, говорят, весну и лето. И они начали вырубать этот сад на дрова, потому что топить нечем было. А потом, вот это же 45-го года, голод начался. И мы ходили по полям, собирали вот эту мерзлую гнилую картошку. Делали оладьи с них. Назывались эти оладьи-тошнотики. И мать лебеду порежет, порежет мелко-мелко. И отрубит туда. Чуть-чуть мукички, чтобы оно только слиплось. Лепешечки пекланы. И мы ели вот это ж все травы. Сурепку, сургибус этот. Дикий щавель, дикий чеснок. Дикая земляника, клубника была. И все мы травами этими и питались. А яблоки оставались у соседней деревни. А они кислючие. А мы бьем, бьем об стол. А бьем, вроде как оно сладше становится. Хочется что-нибудь. Дети же, Господи, бегали. Одевались голые. Леша вот рассказывает. Вот это же, говорит, я сижу, в одной рубашке, без штанов. А немец меня, говорит, зовет. Ком, ком, ком. Ну, я подошел. А повар как раз этот сварил макароны какие-то. Я, говорит, их сроду ж не видел, макароны. Ему рубашку подставил. Он в рубашку прям шлеп этим черпаком туда, этих макарон. Говорит, я побежала, оно горячее. Принес домой. Отдал матери. Она разделила на все, говорит. Меня, помню, угостил один дядька бубликом. А я своим всем тоже поразломила этот бублик. Пряники мы не видели. Нет, я видела только пряник, когда приехал один в гости. Он всем дал один пряник на всех. Мы тоже разделили его. Первый раз мы попробовали тогда пряник. Это было мне уже лет шесть или семь. И колбасу мы не знали. Это я уже, когда к брату приехала в Донецк областной. Ну, вот они достали колбасу эту, ливерную. А я ее никогда не видела. Я говорю, что это такое? Они говорят, колбаса. Ну, мне, конечно, она понравилась. Я еще спросила, а это что такое? Они говорят, рис. Вот так я первый раз в жизни увидела другие продукты. Ну, вот уже было мне двенадцать тогда уже. Бомбили нашу деревню, но ни разу попадания не было. А две бомбы не взорвались. Посмотрели, а внутри была белая глина. Вместо начинки этой тротил, как там называется. Это, видать, немецкие коммунисты или кто-то там, я не знаю. Вот это вместо взрывчатки положили белую глину. С них потом делали ступы, зерно толочь. А снаряды они ходили, большие тоже снаряды, вот такие они, вот. Сплющивали пустые снаряды. И фитиль туда. Вот это у нас были такие светильники. Ну, и что? На поле у нас напротив деревни танк был подбитый. А и возле деревни два подбитых самолета лежали. Мы по ним бегали, играли там. В общем, досталось нашей деревне. Что я им пожелаю? Самое главное, да. Друг друга не обижали. Но мы вот как жили, никогда не ссорились между собой. Никогда. Вот у нас дружба какая-то была. И так хлебнули горе. Помню, что самолет летит, а я у матери спрашиваю, что, мам, опять бомбить будут. А она мне говорит, нет, уже, говорит, помирились. Уже не будет войны. Вот и бомбить больше не будет. Вот так она мне объяснила. Это было уже летом, летом 45-го года.